В минувшие выходные у жителей была возможность проголосовать не только за президента, но и определить объект для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Общественная территория, которая получит больше всего голосов, будет благоустроена в первую очередь. В Северском районе проголосовать можно было в Ильском, Северском и Афибском поселениях. Сделать выбор жителям помогали волонтеры. Одним из них стал Артем Артамонов, студент техникума из поселка Ильского. Я волонтер, провожу сбор голосов за благоустройство территории Ильского поселения в рамках проекта формирования городской комфортной среды. Я считаю, что это важно для нашего поселка, потому что появляются новые места, где можно хорошо провести время, отдохнуть, погулять с семьей или же с друзьями. Очень здорово, что волонтеры работают на избирательном участке. Я сама даже не знала, что можно проголосовать за благоустройство территории. Но теперь я, конечно же, проголосовала, сделала свой выбор и надеюсь, что победит именно та территория, за которую я проголосовала. Сделали свой выбор и жители поселка Афибского. Один из предложенных объектов для голосования – общественная территория в районе спортивного комплекса. Именно её выбрал Артём Леонов. Отец четверых детей не понаслышке знает. В здоровом теле – здоровый дух. Выбрали спорткомплекс, чтобы детям было где заниматься. Спорт – это жизнь. Сурен Саканян тоже отдал свой голос в пользу благоустройства территории спорткомплекса. Потому что я сам тоже спортсмен. Я сам спортом занимаюсь. Более 10 лет. С ним тоже по Северскому району на первом месте по одному самому. Так что я тоже за спорт. За несколько лет существования проекта жители убедились – их голос важен и нужен. А победившее пространство действительно преображается. Почему голосую? Ну, во-первых, вижу, что будет красивая территория. И, во-вторых, я там рядышком живу. Мне будет очень удобно там с детками проводить время. Федеральная программа формирования комфортной городской среды – один из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в России. Его цель – создание нового облика населённых пунктов на территории Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова